За неделю до 9 мая, потом еще целую неделю по телевизору всегда крутили фильмы, советские фильмы, старые наши, военные тематики. И я постоянно наблюдала за тем, как в это время мама ходила с красными глазами, наполненными слезами, и постоянно она плакала. Вы знаете, как я... Для меня это был очень такой тяжелый период, потому что я все время видела ее в слезах. Я понимала, что она, конечно, вспоминает своих родителей в эти дни, особенно их вспоминает. Но меня это злило, потому что я видела свою плачущую маму, меня ее слезы ранили, сердце болело, душа плакала за нее, переживала. И... Ну, это на самом деле этап нашей жизни. Мама не была участником войны, мой папа тоже не был участником войны. Более того, мой папа вообще дитем победы, он родился в 45-м году, летом, а мама через два года после победы. Но мой дед, мамин папа, был артиллеристом. Фотографии в книге «Музей боевой слабы» есть его фотографии, где он в окопе сидит и курит у них перекур. Моя бабушка была ранена. Папин брат старший был участником войны. И очень хочется надеяться, что наши отцы, деды, прадеды, они отдавали свою жизнь, рисковали своей жизнью. Не зря. Что нам удастся все-таки сохранить мирное небо. Дорогие мои, поздравляю вас с великим праздником, победой, 9 мая. Пусть нам всегда светит яркое солнце. И лучи его пробиваются максимум через грозовые тучи. А не через клубы дыма, которые образовываются от пожаров, от взрывов, снарядов. Пусть над нами будет мирное небо. Пусть наши дети, наши внуки будут счастливы. Пусть у нас у всех будет возможность слышать смех наших детей и внуков. Пусть все у нас в этой жизни будет с вами хорошо. И дай Бог, чтобы нам не приходилось в календаре вносить еще какой-то один день победы. Потому что война – это всегда страшно. Война – это ушедшие жизни. Война – это страдания, это потери, это муки. Всем нам счастья на этой земле. Мне на самом деле трудно об этом говорить. Возможно, детям, нашим детям, да, полегче. Потому что мне бабушка очень много рассказывала про войну. Я помню, как она рассказывала, что она бегала по кукурузным полям. Они были комсомольцами, прятали свои комсомольские билеты в подошве, обуви. И перебегали через кукурузные поля, носили нашим партизанам еду. И таскали воду, воду. И я в такие моменты тоже вспоминаю ее рассказы. Возможно, что когда я стану еще старше, я, наверное, точно так же, как и мама, буду, скорее всего, наверное, плакать. Сейчас нет, у меня нет слез. Есть чувства, есть такое учащенное сердцебиение в эти моменты. Ну, наверное, это все. А, скорее всего, у наших детей и этого уже не будет. Потому что они далеки от этого. Да, и знаете, и слава Богу. И пусть они вообще будут от этого далеки. Еще раз с праздником вас, мои дорогие. С Днем Великой Победы.